Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос, который вы задаете. У меня такая проблема. Познакомились с мужчиной в 18 лет, сейчас мне 20 лужем. Когда начали встречаться, когда признался в любви, стал на многом ограничивать. То с косметикой, значит, не так что-то, якобы ревность, то с одеждой. Мне пришлось уйти с работы, потому что он на этом настоял. Но в финансовом плане все хорошо, обеспечивает, есть время на свои хода. Стараюсь скрывать глаза на ограничение постоянной контроль, думая, что это не самое главное. Но все равно все рабыли частые на этой почве. Все это на протяжении 7 лет. Осенью я решаю поехать навестить родственников в другой город. По пути на море встречаю маленького щенка. Вид у него был плачевный, просто понимаю, что не могу пройти мимо. Беру его себе, занимаюсь лечением, потому что он был на власу как от смерти. И понимаю, что за это время я привязался и полюбил эту собаку. Естественно, от моего мужчины я услышал отказ мне привозить собаку домой. До этого у нас был пес, которого мы спасли. Прожил у нас около года, но пришлось усыпить. После этого говорит, что больше не может брать никаких животных. Вспоминая эту ситуацию, хотя прошло уже более 5 лет. Понимая, что некуда девать собаку, и тем более она еще слаба, я прилетаю с ней домой. Но не к нам, а к моим родителям. От него была истерика, что я услышал с него, создаю лишние проблемы. Мол, хочешь помочь собаке, ее можно куда-то пристроить и финансировать. Но тут меня задело, что на мои чувства ему плевать, что я получаю от этого комочка позитивные эмоции, и что не хочу его отдавать. Так я и поступил. Сейчас собаке 3 года, мы не живем вместе. Точнее, пробовали жить с собакой, но не получилось. Человек ходил и раздражался, а я решил съехать. Видимся только по выходным, когда мои родители могут присмотреть за собакой. Решение никакого не может принять. Говорит, что я неправильно расставил приоритеты, что собака оказалась важнее семьи. А я считаю, что собака семье не помеха. Предлагаю разные варианты. Пытаюсь найти компромисс. У него есть дом и квартира. Как раз для собаки идеальный вариант. Жить на природе, бегать на участке. Но он категоричен, он хочет жить пока в квартире. Вот так сегодня я поняла, что больше не могу. Позвонила и сказала, что нам нужно расстаться. Что не вижу будущего, когда такая неопределенность, которая вгоняет меня в депрессию. Настё получил ответ, что он хочет быть со мной, но без собаки. Для себя решение я приняла, что нам нужно расстаться. Так больше не может продолжаться. Как вы думаете, я правильно поступила. Даже если такую мысль допустить, что я её обман, то скорее всего в будущем я его возненавижу. Пишите вы. Итак. Про что здесь вопрос? Конечно, вопрос здесь не про собаку совершенно. И я очень надеюсь, что вы это понимаете. Что дело здесь не в собаке, а дело здесь в ваших отношениях с мужчиной. Дело здесь в том, что вы вместе 10 лет, точнее вы познакомились, и соответственно 7 лет, я так понимаю, вы встречаетесь. И я очень надеюсь, что вы отдаёте себе отчёт в том, что собака здесь абсолютно ни при чём. Что здесь всё дело в том, значит, что вы находитесь в несколько деструктивных отношениях с своим мужчиной. Вы говорите о том, что контроль и придирки – это не самое главное. При этом вы сами же постоянно, как вы говорите, часто ссоритесь. Что как бы говорит о том, что, ну вот, тот факт, что это не важно, да, тот факт, что это не важно, ну является несколько самообманом. По крайней мере, так мне это видится, потому что если бы это было не важно, ну вряд ли вы бы из-за этого бы ссорились, да ещё и часто. Я думаю, что в конце концов, действительно есть такие люди и такие отношения, когда это действительно не важно, но ведь тогда должно быть что-то важнее ещё. А вот у вас, среди, потому что вы ссоритесь, ничего важнее этого, что и нет. Поэтому мне кажется, что вам в первую очередь нужно увидеть вот такой момент и увидеть, что неопределённость и последующее депрессивное состояние ваше, также внутреннее требование того, чтобы человек принял какое-то решение, связано с тем, что себя, свои решения, себя, своё отношение вы, скорее всего, привыкли подавлять. И вот это ключевой момент, как мне кажется, ключевой момент, если человек привык подавлять себя, если человек привык подстраиваться, вот, чересчур, да, то есть как бы, так вообще, в подстройке ничего плохого-то нет, то есть, ну, нет ничего плохого в том, чтобы вы, там, ну, допустим, шли на, ну, на компромисс, к примеру, да, вот. Ну, это абсолютно, как мне кажется, нормальная история, что люди, вот, как бы, идут на компромисс. Но здесь вы описываете ситуацию несколько более масштабную и несколько более, по этой причине, я бы сказал, тревожную. Потому что вы, как-то, вот, в целом, на мой взгляд, свои чувства и свои желания, свои переживания в данном случае, как-то, вот, мне кажется, что несколько принижается в угоду, ну, вот, там, другому человеку в данном случае, в данном случае, вот. Что, на мой взгляд, не является чем-то хорошим и чем-то стопроцентно позитивным для вас. Поэтому, в первую очередь, я бы, да, вот, обратил внимание на то, что вы задаете вопрос, вот, правильно ли я поступал. Ну, никто вам на этот вопрос не ответит, потому что вы можете как ошибиться, так и быть правы. Ладно, то, что для вас сейчас, судя по описанию, важно так поступить, вот. Именно, что важно так поступить. Если вам так поступить важно, то и у вас нет, по большому счёту, иного выбора, кроме как так поступить. Но, если вы привыкли себя подавлять, если вы привыкли исключать из своих действий и поведенческих моделей, например, возможность ошибки, вот, то, естественно, у вас будут такие вот страхи, которые, значит, вы описываете, что есть страх совершить ошибку, ошибку, как раз таки, вот. Притом, что в данном случае, совершить ошибку, это нормально, абсолютно, вот. Поэтому, я думаю, что ключевой задачей для Valve является именно научиться прислушиваться к себе, именно слушать себя, вот. И уже тогда вы сможете научиться, как бы, принимать решения и действовать так, как вам кажется нужным. Не кому-то, а именно вам и только вам. Вот такой ответ, я думаю, вам можно дать. На этом всё, надеюсь, что помог вам, буду благодарен за обратную связь по моему ответу, это позволит вам начать работу над собой, желаю вам всего самого доброго и удачи. Обращайтесь за помощью.